В Туапсе начался суд по делу скандальной аварии, в которой погибла жена известного КВНщика Егора Кирильчика. ДТП произошло этим летом. Несмотря на то, что свидетелями происшествия стали десятки человек, предполагаемого виновника удалось привлечь к ответственности лишь после резонанса в СМИ. Кто же пытался ему помочь и о чем поведал тайный свидетель дела? Все подробности у Андрея Романова. Заметно похудевший, седой, с потухшим взглядом. Таким предполагаемый виновник скандального ДТП Сергей Лебедев вышел из автозака у здания городского суда Туапсе. За полгода в СИЗО влиятельный, в прошлом бизнесмен, совладелец рекламного агентства, сбросил пару десятков килограммов. Жизнь в изоляторе явно пришлась ему не по вкусу. Снимать первое судебное заседание почему-то запретили, но нам удалось задать Сергею Лебедеву несколько вопросов. Я, да, убийца, но я невинный убийца. Я потерял сознание. Предполагаемый виновник гибели супруги известного КВНщика и сценариста Егора Кирильчика долго и подробно рассказывал о плохом самочувствии. А вот слов о чувстве вины не было. Лебедев будто считал себя пострадавшим в аварии, которую сам же и устроил. Болит голова, ну, практически регулярно голова болит. Ну, то есть надо лечиться, надо ложиться в стационар, лечиться, приводиться в порядок. Ну, плюс это нервы эти, они, эти месяцы, их нервы. Резонансное ДТП произошло 25 июня этого года в Туапсе. Семья Кирильчик возвращалась с моря. Егор шел первым и нес на руках полуторагодовалую дочь. От супруги его отделяли каких-то полметра. С момента страшной аварии, в которой погибла 26-летняя Мария Кирильчик, прошло почти полгода. Но вот здесь, на дереве, до сих пор остаются следы сильнейшего удара. Сюда, на своем черном внедорожнике, въехал местный бизнесмен Сергей Лебедев. Надо сказать, что после этой аварии ни одного серьезного ДТП на этом перекрестке не случилось. Место в городе вообще считается неаварийным. А значит, водитель, скорее всего, серьезно нарушил правила дорожного движения. Эти кадры сняты через несколько минут после аварии. Черная иномарка, влетевшая в дерево, сдает задним ходом. Егор Кирильчик бежит к супруге, лежащей на земле. Пытается помочь, но безуспешно. У Марии травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина, обезумевший от горя, бросается к водителю. Его останавливают сотрудники ДПС. За рулем внедорожника находился Сергей Лебедев. Вот он безучастно наблюдает за происходящим. Егор Кирильчик уверяет, от водителя исходил резкий запах алкоголя. Это сразу после аварии подтверждали и многие очевидцы. Выпивший, наверное, был. Ну, никак не больной, как там пытались сказать. Запах был от него, и все слышали. Женщина подскочила вообще там с ним. Я не знаю, готова была его растерзать. На суде адвокат Сергея Лебедева сделала неожиданное заявление. Свидетели, мол, не объективны. В силу определенных причин. Если вы послушали какую-то бабушку там ненавишенную, извините меня, которую они сображали. Сам Лебедев также настаивает, что ни в день аварии, ни накануне вечером алкоголь не употреблял. Вы так утверждаете, что алкоголя все-таки не было, да? Ну, какого, когда он нашел, говорите? Ну, меня сразу же отвезли на освидетельствование. На освидетельствование Сергея Лебедева все-таки отвезли. У меня в руках копии материалов уголовного дела. Это медицинский акт, который составили врачи Туапсинской горбольницы. Судя по нему, признаков опьянения у пациента не выявлено. Но интересно другое. В пункте 12 медработники со слов Лебедева записали, что вечером перед аварией он пил водку примерно полбутылки. Позднее от своих слов подсудимый отказался. Жители Туапсе были возмущены. Кто-то из них якобы видел, как в ночь перед происшествием Лебедев пил в местном ресторане. Еще люди рассказали, что на место аварии приезжал представительный мужчина, так называемый решальщик Эдуард Мартынов. Выходец из 90-х, известный в определенных кругах, как оруженосец. В городе вспоминают, что раньше он был водителем известного авторитета Валеры Каптана, которого застрелили в начале 2000-х. Мы разыскали так называемого тайного свидетеля. Он согласился на встречу на условиях полной анонимности. По его словам, Мартынов был связан с еще одним влиятельным человеком, авторитетным туапсинским бизнесменом Игорем Коломийцем по прозвищу Зэма. Он якобы и помог Лебедю выйти трезвым из ДТП. Зэма – это хороший друг Мартынова. Они раньше состояли в одной организованной преступной группе. После этого Зэма, как говорится, шел от той деятельности преступной, как и Мартынов. И на данный момент у Зэма обширные связи в органах. Скорее всего, было так, что Мартынов позвонил Зэме, Зэма позвонилась прокурорским, прокурорские позвали начальнику следственного. А начальник следственного отдела уже дал указание следователю при будущем на место происшествия, чтобы он решил вопрос алкогольной экспертизы. По данным нашего источника, именно после вмешательства столь влиятельных людей алкоголь будто испарился из крови Сергея Лебедева. Мы решили встретиться с Игорем Коломийцем. Побывали в гостинице, где он якобы трудится управляющим. Скажу вам, что ничем не могу вам помочь. Я не смогла до него дозвониться, не дозвониться. Поэтому, если хотите, вы можете оставить свои координаты. Побывали и в ресторане, к которому Зэма тоже может иметь отношение. Давайте я запишу ваши данные, фамилию, имя, отчество, номер телефона. И как будет возможно, если возможно, он с вами свяжется. То ли в координаты вкралась ошибка, то ли Зэма не добрался до телефона. Но нам так никто и не перезвонил. Супруг погибшей Марии, Егор Кирильчик, признается, что долго не мог смотреть в глаза человеку, который лишил жизни его жену. Но в итоге все-таки решился присутствовать на заседании. Лебедев ранее вину свою полностью отрицавший рассчитывал уйти от ответственности. В данный момент, судя по всему, понял, что уйти от ответственности не получится. И на последнем судебном заседании сказал, что вину свою признают в полном объеме в предъявленном обвинении. Мое мнение, естественно, что ни о каком раскаянии речи не идет. Исключительно сделано это было для того, чтобы смягчить себе наказание. Адвокат Егора, его отец Олег Кирильчик, приехал в суд из Иркутска. Специалист по делам о ДТП, он намерен доказать, что подсудимый был пьян в день смертельной аварии. И добиться для Лебедева наказания по более тяжкой статье. Андрей Романов, Сергей Евдокимов, Андрей Семенов. Вести. Дежурная часть.